Здрасте! Друзья, всем приветули и добро пожаловать в Ливерстоун, Формула 1, моя команда и гран-при Великобритании, мать его за ногу, которую я так не люблю. Этот уикенд начался с того, что мы обновили одного спонсора, закончился, теперь у нас спонсор платит нам чуть больше денег, но задание у него стоит набрать больше очков, чем команда, которая располагается выше нас в графике параметров сравнения болидов. Сравнение параметров, да. Над нами идет Хас, поэтому нужно набрать больше очков, чем Хас, я думаю, что это не проблема, и Хас в очки пока что не заезжает. Также у нас истек контракт с нашим Джулиано Ализи, и как я говорил, что я его поменяю и возьму Махавера Ранхуна Танго, но что-то на стриме мы решили подписать контракт с бешеным епошкой на Бухару Мацушита. Один хер, никто в очки не заедет, денег платит меньше, но так прикольнее хотя бы. Также, друзья, нам приехало обновление на улучшенный ЕРС, и мы заказали себе значительное обновление на этот самый улучшенный ЕРС. И оно нам приедет после Сильверстоуна на Венгрию, а если зафейлиться, мы сможем его перезаказать, и оно прям 100% приедет на СПА, на Монсу, и это уже будет важно, скажем так. На тех треках крутой ЕРС нам очень нужен. А еще в начале, с прошлого этапа, точнее между этапами, у нас была гонка по приглашениями, классический болид, старенький Макларен и короткая Сузука. Короткая Сузука включает в себя только старт-финишную прямую, эски, и потом выход обратно на старт-финишную прямую. В общем-то, болид на самом деле неуправляемый, его постоянно сносило, и на нем, в общем-то, тяжело ездить было, да, особенно в эсках. Но со второго раза мы это все дело прошли, поэтому особо никаких проблем тут, наверное, не получилось. Давалось энное количество времени, но круг довольно-таки быстрый, поэтому в это время мы уложились. Не с первого раза, да, это получилось пройти, потому что, опять-таки, фейлы, непривычный болид, вообще нет вката в трассу. Но, в общем-то, как-то так, прикольно. Я на самом деле люблю вот эти гонки по приглашению, знаете ли, пару кружочков навернуть, развеяться от этих гран-при, в которых 52, мать их, круга. Нормально, нормально. Ну, а мы, друзья, переходим к гран-при Великобритании, Сильверстоун. По поводу погоды у нас все было, в принципе, неплохо, там в практиках иногда дождик нам обещался, но да и хер с ним. Сухая квалификация, сухая гонка и немножко дождя под конец. Собственно, то же самое, что было в Австрии. Но, знаете, в последнее время дождь меня особо сильно не пугает, хотя это Сильверстоун. Также мы решили здесь провести новый эксперимент по поводу стратегии. Так как я езжу с гоночным инженером, то мы решили вообще не обращать внимания на стратегию, которую предлагает компьютер, а провести практики с пользой. То есть практики будут как практики. Инженер меня выгонял на трассу, собирал данные, говорил, что ехать, как ехать, топить, не топить, прогулочный темп, непрогулочный и так далее. Ну, в общем-то, мы быстро выполнили все программы, которые в этих практиках есть. И дальше он меня просто выпер на трассу. И, соответственно, он потом сам разрабатывал стратегию и все такое проще. Не знаю, интересный эксперимент. Заранее скажу, что мне эта вся идея понравилась и, скорее всего, мы будем продолжать так делать. А потом еще, может быть, я скину на него груз ответственности за настройку машины. Опять-таки, телеметрия есть. Будем смотреть, где там что перегревается, где что не греется, где машина медленно поворачивает, где хочется, чтобы она быстрее поворачивала и так далее. Он как раз вот матчасть изучает, поэтому, может быть, и классно будет. В итоге, в первом сегменте мы выполнили все практики, все на фиолетовый, практически все с первого раза, даже квалификационный темп. А если выполняешь квалификационный темп на фиолетовый, это, в принципе, хороший знак. Тут 10 ресурсов мы за что-то не собрали, по-моему, за настройку болида я решил на это дело и забить. И, в конце концов, в итоговом протоколе мы занимаем вторую строчку, хотя я был на софте, все остальные на медиуме. У меня уже были квалификационные перестрелки, потому что я выполнял квалификационный темп, а боты, разумеется, этого всего не делали. Вторую, третью практику мы потратили просто на наматывание кругов и сбор данных. И переходим мы, друзья, к квалификации. Квалификация, как всегда, весело, я очень все это дело люблю, за исключением того, что это Сильверстоун, который я не люблю. В итоге первая попытка на софте приводит нас на 16 место. Этот результат нас в корне не устраивал, и поэтому пришлось ехать улучшаться, хотя улучшаться сильно я не скажу, что прям получалось. Въезжая в третий сектор, у меня дельта была плюс-минус такой же. В последних поворотах я сумел отыграть там порядка трех десятых каких-то, подняться и, соответственно, пройти во второй сегмент. Во втором же сегменте, опять-таки, была попытка на старых убитых шинах. Это был прям отвратительный результат. И мы поехали на вторую попытку. И там вроде как неплохой круг я собрал, поднялся на восьмую строчку. Но я довольно рано поехал на вторую попытку на пустой трассе, и в итоге мы сидели в боксах, наблюдали за нашими соперниками, которые могут улучшиться. Это, кстати, тоже довольно веселое мероприятие было. Нравится мне вот эта вот штука, знаете ли, наблюдение. Повторы здесь хорошие, камеры здесь интересные. Ну, точнее, нормальные, да. В итоге, короче, мы наблюдали-наблюдали, и 12-я позиция у нас оказалась. В принципе, 12-я лучше, чем 10-я, поэтому все нормально. Ну и, соответственно, друзья, переходим мы к гонке. Гонка в Сильверстоуне, трасса, которую я не люблю. 12-й заезд, у нас новый напарник, не знаю, как он себе покажет. Да хотя, чё, это ж знаю. Это днище, которое не поедет. Но не суть важна. Фишка в том, что я не люблю эту трассу. Она вот мне не нравится. Да, есть, типа, классные повороты, да, это классическая трасса, и типа все должны ее любить. Но вот, а я не люблю. Я, знаете ли, не такой, как все. Но ничего страшного. Нам еще пережить Сильверстоун и пережить Венгрию в следующем этапе. И дальше пойдут просто охренетительные треки. ЦПА, Монса, Сузука, Сочи, Мексика, Остин, в конце концов, Интерлагас. Это все прям охренетительные треки, и там, мне там нравится, да. Также показывают нам, что новый пилот у нас перешел из группы независимых пилотов. Мы его из Формулы 2 спанули. На Бухару Масушите. Бешеный японец, который в этом сезоне как-то тоже не сильно классно едет. Ну ладно, нам-то пофигу. Мы уже привыкли к тому, что второй пилот не приносит очки. Мы переходим, друзья, с вами к стартовой решетке. На поле у нас на первом ряду, точнее, даже два Мерседеса. Хэмилтон, Ботос. Ботос, не знаю, как собирается чемпионат выигрывать. Третий, четвертый у нас Леклер и Ферстаппин. Пятый, Албан, шестой Рикьярда. Нету здесь Фетеля. Фетель у нас опять откатился из-за штрафов. Мы из-за этого поднимаемся на одиннадцатую позицию. Фетель лишь четырнадцатый. В любом случае, все наши основные соперники впереди. Плюс у нас соперничество с Рикьярда, которого надо проходить обязательно. А напарничек наш, между прочим, обошел одного Вильямса. И это уже неплохо. Хотя Латифи тоже такое еще днище. Да и в реальной жизни тоже. Рентодрайверы, знаете ли, что с них взять? Латифи, Стролл. Стролл меня вообще бесит в последнее время. Я думаю, что вы понимаете, по каким причинам. За Сережу Перцева обидно немножко, да. Ну да ничего. Далее наша стратегия. Я скрыл этот момент на стриме. Чтобы не было сравнения, знаете, с предыдущей стратегией. Чтобы никто не сравнил. Чтобы ни зрителей, ни инженер мой ни хрена не видел. В общем-то, Денис разработал стратегию. Решил он, что самым быстрым, скажем так, вариантом будет Medium Soft. Тридцать два круга и двадцать кругов потом на софте. А также он залил нам полный бак топлива. Все 110 килограмм. И мы, друзья, переходим к старту. Гонки пятьдесят два круга. У нас гаснут огни. И мы срываемся с места. И это первый удачный старт в сезоне. Прям такой, прям вот аж удачный. Каким-то чудом, ну, мы, во-первых, стартовали с левой позиции, с внешней. Это хорошо, благодаря штрафу Феттеля. Но каким-то чудом, в первых поворотах мы сумели отыграть две позиции. Мы уехали от Строла и уехали от Норриса. Точнее, не уехали, а сумели их опередить. И это оказалось прям, прям хорошо. Но, знаете, темпа в этой гонке у меня не было от слова совсем. Впереди меня была группа, которая от меня уезжала. Я был на более жестком комплекте. А еще я был на более тяжелой машине. Чтобы вы понимали, тяжелая машина, лишние 10 килограмм. Это три-четыре десятки с круга, прям стабильно. Да, у нас было много обогащенного топлива, скажем так. Можно было использовать много обогащенного топлива. И на прямых это в каких-то местах нас даже спасало. Но в целом темп был низкий. Нужно было дотерпеть до пидстопа. Потом на софте мы будем быстрее всех. Мы прыгаем на четвертый круг. Впереди идущие отъехали от нас уже на 4,5 секунды. Примерно. Я возил за собой паровозик. И первый, кто решился меня пройти, был Норрис. Который, соответственно, и ехал за мной. Прямо перед подъездом в Мэкетс Бэкетс он запросто меня прошел. Далее со мной поравнялся еще Лэнстролл. На прямой. Но так как у меня тоже было крыло и обогащенка и ЕРС и все остальное. В общем-то, этот дрэк заезд мы сумели от него выиграть. Однако на круге он все равно был быстрее меня. Поэтому с ним тоже будет тяжко. Далее, друзья, пятый круг. Норрис, как вы видите, уже впереди. У меня немножко зафейлился выход из связки Мэкетс Бэкетс. И, соответственно, Стролл попытался нас атаковать. Благо, у нас еще было крыло. Еще Норрис не успел отъехать сильно. И мы могли что-то противопоставить Лэнсу Строллу. Однако долго так его сдерживать. Уедет просто Норрис из крыла и все. И Пиши пропало. На этом круге мы позицию отбили. И слава богу. Стролла мы, кстати, возили за собой довольно-таки долго. Мы перемещаемся на 12-й круг. Опять-таки подъезд к связке Мэкетс Бэкетс. И Стролл попытался атаковать меня прямо в ней. Но я здесь защищался довольно-таки агрессивно. Перекрывал траекторию. И, ну, в общем-то, оборонялся Стролла. Норрис уехал уже в 3,5 секунды. Сайнс уехал уже в 14 секунд. Но тут случился небольшой такой переломный момент. Из-за борьбы со мной Стролл теряет позицию по отношению к Фетелю. И теперь у нас за нами едет красная сраная Феррари. А следом же, кстати, Стролл теряет позицию еще и по отношению к Эстебану Акону. Не знаю, что у него произошло. Так наошибался или повреждения какие-то были. Но Стролл, в общем-то, откатился. За нами Фетель и Акон. Перемещаемся на следующий круг. Длинная прямая с зоны ДРС после Мэкетс-Бэкетс. И тут, как стоячего, просто слева от меня проносится красненькая машинка. Ничего удивительного. Ему много времени на меня не потребовалось. Далее мы перемещаемся на следующий круг. Уже 14-й и в самом начале круга я допускаю небольшую ошибку. А товарищ Эстебан, который не держал дистанцию, впиливается в меня. Тем самым, проходит меня, конечно, но ломает себе переднее антикрыло. Соответственно, те полторы секунды, которые были между нами в момент контакта, скажем так, в момент, когда я выехал обратно на трассу, я сократил буквально до первого поворота. Он был катастрофически медленным. Но, опять-таки, да, прижимной силы нету, антикрыло сломано. Даже мой гоночный инженер, который Джефф, который в игре, говорил мне о том, что все, окон медленный, потому что у него трындец. Со сломанным антикрылом быстро ехать невозможно. Особенно на таких треках, как Сильверстоун. Здесь прижимная сила очень нужна. Соответственно, вполне логично, что на этом же самом круге в итоге мы отыгрываем эту позицию обратно. Причем не только я его прохожу. Сзади, кстати, воспользовался этим еще и Кимми Райканин, который ехал за Стролом. Строл как-то затупил проходить окона, а Кимми бросился вперед. Молодец, у него получилось. Окон, разумеется, уехал в бокс после этого круга. А за мной теперь Буйный Финн, который, я, кстати, напомню, с двигателем Феррари. Двигатели Феррари в этой игре самые крутые. Да, это игра. Никаких аналогий с реальной жизнью. Поэтому с Кимми будет, опять-таки, все очень потненько. Кимми, кстати, решил время на меня вообще не терять. И попытался меня пройти на самой первой зоне ДРС. И посмотрите просто, как он от меня вот уезжает. Благо я чуть позже торможу. У меня внешняя траектория, скажем так, она более быстрая. Можно на большей скорости проходить, можно чуть-чуть попозже затормозить. Короче говоря, на этом круге позицию я отстаиваю. Но на следующем круге, на старт-финиш на прямой, где нету ДРСа, он просто проносится мимо меня. Я не знаю, как это работает. Там он, в принципе, один раз чуть меня не убил. Поэтому я уже, знаете ли, с такой опасочкой небольшой относился к всему этому. И поэтому, может быть, как-то слишком просто его пустил. Ну, ладно, все нормально. Позади у нас Даниил Квят, который на Хонде. На такой же Хонде, как у нас. Поэтому все дрэк-заезды, по сути дела, мы должны будем у него выигрывать. Потому что у нас Хонда чуть лучше, чем у него. У нас она немножко модифицированная. Правда, сзади не вот G20 едет, он тоже его может пройти. Ну, короче говоря, чилим дальше. Далее мы перемещаемся уже на 28-й круг. Уже половина пелетона, если не все, позаезжали в боксы и переобулись со своих софтов на медиумы. Да, еще впереди вон Кимми тошнил, сзади Строл еще тошнил. Впереди, кстати, инженер уже обещал прям в скором времени дождь. Но вообще я не об этом. Сзади меня был Карл Сайнц, который был на свежем медиуме. И что-то как-то я его даже прям без борьбы здесь пропустил. Но он реально был очень быстр. Мы же, между тем, принимаем решение на следующем круге ехать в боксы. Потому что все равно, все равно у нас дождь под конец. Все равно весь ресурс софта нам не нужен. Мы все равно будем переобуваться на промежуточные шины. Поэтому лучше немножко большую дистанцию проехать на софте. Точнее, раньше начать ехать быстро. Мы переобуемся в софт и начнем пилить. А то, знаете ли, какой-то обзор получается, что он какой-то не такой, да. Обычно я показываю, как я всех прохожу. А сейчас я показываю, как меня все проходят. Но, друзья, это гонки. И да, это так работает. Но ничего, сейчас мы обуемся в софт и зажжем. 29-й круг, начало 30-го мы заезжаем в боксы. И, кстати, почему здесь тактика одного пита? Потому что очень длинный питлейн. Ограничение 60 км в час. И, как вы видите, больше 30 секунд идет. Вся эта процедура 38 у нас была на выезде. Это очень много. Поэтому здесь тактика одного питстопа решала. Потеря на круге очень большая идет. Но о чем я говорю? Мы выезжаем позади Дживинаци. Дживинаци, который на Альфе, у которого двигатель Феррари. Мы на свежем софте. Он на свежем медиуме. Он нас андеркетнул, падла. Надо было нам заезжать еще раньше, на самом деле. Но, знаете ли, хорошая мысля приходит опосля. Да. И во всех поворотах я стремительно догонял Дживинаци. Я был прям на несколько секунд быстрее, чем он. Но места, где можно обгонять, это прямые. А на прямых у него он сидит в крыле. У него двигатель Феррари. У него есть липстрим. У него есть все. И поэтому, используя все свои кнопки, всю мощь вообще Хонды, которая была у нас, засаживаясь к нему в слепстрим, открывая крыло, обогащенка, ЕРС, ТРС, все абсолютно. Вы посмотрите просто, как я сокращаю Мэккис Бэккет с ним расстояние. Да, в поворотах я быстрее. Но на прямой, в дальше, я к нему даже не подъезжаю. А если ты не можешь к нему подъехать в слепстриме вообще в самых идеальных условиях для набора максимальной скорости, то, в общем-то, я вообще без понятия, как его обогнать. Это, в общем-то, как-то даже было прям не смешно вообще, от слова совсем. Но впереди 22 круга и, по сути дела, 22 попытки. Так что погнали, полетели обгонять Живинаца. Перемещаемся на 37 круг. Да, 7 кругов он просто меня тупо катал. Сзади уже прям подъезжает во всю строл. И лишь на 37 круге Джови дал повод себя обогнать. На выходе на первую прямую с ДРС он подскальзывается. И здесь я уже прям, не знаю, от безысходности пытаюсь занырнуть внутрь, но тоже подскальзываюсь. И в итоге этот ДРЭК заезд проходит просто в ништо. Доходит до контакта, ломаю крыло, флэшбэк. Но тут, на самом деле, к тому моменту сильно начало портиться уже даже настроение. Не из-за того, что я медленный, а из-за того, что я быстрее и я нихрена не могу с этим сделать. В итоге 41 круг, к нам подъехал строл. Причем он уже давно подъехал, если так брать. У нас выбывает и сессии Ландо Норрис, у меня дичайшие проблемы. У меня адский перегрев двигателя, потому что я постоянно подключаю обогащенку. Да, уже капает, кстати, небольшой дождик. В итоге у меня дилемма. Я нахожусь в слепстриме, я должен обороняться от строла. Из-за этого я юзаю обогащенку, из-за этого я еду медленно. Ну, точнее, у меня нет возможности нормально охладить двигатель. Я бы мог включить не обогащенную топливную смесь, а продержаться там, отвалиться даже на секунду, например, от впереди идущей альфы. Но черт, мне приходится обороняться сзади от строла, который падла сидит в крыле. Короче, творилась полная жесть. На следующем круге, на старт-финишной прямой, строл меня проходит. Мы проигрываем еще одну позицию, нам уже зажигаются синие флаги. Позади Хэмилтон с Ботасом уже на круг собираются нас проходить. Да это просто кошмар какой-то, а не гонка. Плюс, кстати, в дождь, если кто не знает, более жесткие комплекты работают чуть-чуть лучше, чем более мягкие. Почему-то, не знаю, я не знаю, как это объяснить логически, но да ладно. В конце круга, когда уже мы пропустили Хэма, сзади был Ботас, впереди Хэма пропускали, впереди идущая. Я как-то вот ошибся, и прям такой вот эпичный вылет у меня получился, очередной флэшбэк. Тут я взял перерыв просто на несколько секунд, попить и все остальное проще. Немножко перевести дух перед последним рывком, нам надо отыгрывать еще много позиций, между прочим, чтобы в очки заехать. И решил я пропустить Ботаса и попытаться вместе с ним в слепстриме у него проехать Стролла Джовинации, и у меня это получилось. Стролл, кстати, еще цепанул от меня крыло свое. В зеркале прям аж видно, как вот кусочка не хватает. У нас 44-й круг, надо догонять Акона и Кимми. Прям обязательно. А Акона Райканина, кстати, довольно-таки быстро прошел. Я же его тоже довольно-таки быстро догнал, он вообще на харде ехал. Правда, дождь немножко усиливался, но трасса не дошла до того состояния, когда надо было переобуваться в промежутке. Мы гонку закончили на сликах. Короче, Кимми, даже с учетом того, что он был без крыла, а я с крылом, без проблем катал меня за собой, и я ничего не мог с этим сделать. Это было даже не смешно. Было какое-то состояние такое беспомощности, что, блин, ты вроде бы все делаешь правильно, но ты ничего не можешь сделать с этим буйным финном. Да вообще с этими альфами, которые на двигателях Феррари едут. В итоге на последнем круге, да, у нас 51 круг, а не 52, потому что нас обошли на круг, я решил уже присосаться к Кимми и ехать вот просто на грани. В слепстриме ехать тяжело, прижимная сила падает, и в повороты входить вообще тяжело. И в итоге ничему к хорошему это не привело, я вылетел и просто убился об стену. На этом гонку, в принципе, можно было и закончить. Один хрен последний круг, один хрен мы не в очках, вообще никакой разницы не было бы, как мы закончим. Но я решил уже использовать флешбек, доехая до финиша. В итоге на последнем круге, на самой последней прямой, не знаю, каким чудом мне это удалось сделать. Я очень медленно его догонял, но как-то очень нагло я задырнул внутрь, очень поздно я тормозил здесь. Это уже было на какой-то такой спортивной злости, на адреналине и все такое прочее. В общем-то удалось пройти Кимми. Толку от этого особого никакого не было, мы все равно финишируем на 11 позиции, мы все равно не получаем за это ни одного очка. Но не всем гонкам быть, друзья, удачными. Бывают подиумы, бывают разочарования, Себастьян Феттель у нас становится пилотом дня. Ничего, еще Венгрию перетерпим и потом начнем прям вообще. Все будет классно. В итоге с Рикьярда, кстати, он финиширует аж пятым. У него там нормальные терки с Ферстаппиным были, он периодически даже его пытался обгонять. Рикьярда наш основной соперник на данный момент финиширует намного выше нас, отыгрывается в соперничестве, мы сейчас там с ним сравнялись по очкам. Так что наша борьба только начинается, по сути дела. Впереди, друзья, у нас картодром Венгрии. Трасса, которая вот находится в топ-3 моих нелюбимых, скажем так. Венгрию я прям не перевариваю. Я уже так более натренированным к ней, конечно, подойду. Но что будет в Венгрии, я тоже не берусь загадывать. Будет тяжело в любом случае. Надеюсь, что с погодой повезет, будет посуху и сильно страдать мы не будем. Там, по-моему, 70 кругов дистанции, круг короткий. Трасса не скоростная, вся в поворотах. Вот вам, кстати, круг по трассе. А то я в прошлый раз опять забыл Сильверстоун вставить. А сейчас я вот вам оценял специально. Сейчас, кстати, можно на нашей машинке круг проехать. Так что вы видите нашу оранжевую прекрасную машинку, несущуюся по Хунгаро-рингу, да. Короче говоря, этот обзор подходит к концу. Приходите на Венгрию, приходите на все остальные гонки. Все это проходит в прямом эфире. Поддержать, поболеть и все такое проще. Не забывайте про лайкусик. Если вы не подписаны, то подписывайтесь, потому что впереди весь сезон, потом Формула 2 и еще может быть какие-то гонки интересные будут. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!